Приветствую всех, с вами Низерамос и мы продолжаем играть Biohazard 2 прототип, он же Resident Evil 1,5. Мы продолжаем исследовать то, до куда можно пройти и что тут надо делать. Так, Item Box, он нам пока не нужен. Ага, мы взяли карточку, которая нам нужна была, по-моему, там, где мы в ад падали. Компьютер. А, это для сохранения. Кстати, так непонятно, на чём тут в итоге сохраняться надо, на компьютерах, на телефонах. Ну, здесь музыка прям крутая мне нравится. Но я пока буду сохраняться всё ещё, периодически. В смысле, две комнаты сохранения рядом? Это кошмар. Ничего полезного. А, нафига тут нафигом-то сохранение настолько рядом? Ничего больше, кроме как раскиданная повсюду бумага. Я не вижу ничего там полезного. Календарь и несколько листов. Должно бы здесь они планировали. Ну, порядок отца уже не так. Пусто. Возможно, предполагается, что тут какая-то часть будет закрыта. И одна комната будет у одного персонажа, допустим, другая у другого. Ну, непонятно, потому что вот он, хотя как тут может быть закрыт? Тут ничего вроде нет такого. Так, если нам надо возвращаться туда, где я был? Ещё вспомнить, где я был? Ну, это похоже на то место. Да, и всё ещё очень непривычно играть без этих анимаций лифтов. О, не, лифтов дверей. Ну, и, видимо, их уже не будет в этой игре. Так, где нам надо сбросить всё? Или вообще вот у этого компьютера, который тут стоял? Там, ну, куда? Не очень понятно. А. Система была успешно восстанавливана. Больше не нужно. Больше не нужно. Эту больше не нужно. Так, это здесь где-то, да? Ну, тут, конечно, не интересная идея с интерактивными элементами, что вот так вот просто курсором типа указать, что сделать, но местами это смотрится странно. В смысле? А, или может быть вот эта кнопка? Так, отлично, я оказался с нужной стороны. Я просто не хотел вылететь случайно за текстуру. О, надо же. А. О, коробки уехали. Не, ну мы, конечно, жуткие. Лысые. Мутировавшие. Так, сохраняемся. О, дверь. И что-то зелёное. Лишь карта? Да? А. А. А, это мы открыли. Дверь на улицу, где собаки лежали, да? Ну да. А куда мне... Зелёная карта нужна была. Это, полагаю, нам нужно просто внимательнее смотреть на всю вот эту локацию. Потому что, возможно, я просто где-то пропустил, а, возможно, и не было. Ну, может, я и не находил, я имею в виду. Ну, или я забыл, или пропустил. Вот так. Ну, я просто не помню, куда нам могла понадобиться зелёная карта. Ну, по идее, она должна быть не совсем здесь, а, ну, по логике, нам куда-то надо было бы пройти. Ну, пока непонятно. Ой, моя тень опять внизу осталась. Оп, здесь коробка всё-таки здесь есть. Окей. Это не осматривается. Так, ну и контрольный уже с карточкой, если я упаду. Опа. А сейчас нормально. Ха, сейчас я не в ад провалился. Удивительно. Погодите, а если лифт наверху? Ну, что мне делать? А, можно вызвать лифт, окей. Как-то недоработано, что тут можно пройти туда, где лифт стоит. А, ну вот, после лифта у нас тень остаётся просто внизу. Ну, фу, зато один баг исправился. Мы больше не падаем в пустоту. Так, всё ещё. Сохранимся. Там вообще, по-моему, ничего нет. А сейчас мы пойдём вот сюда, да. Этот проход. Я просто без понятия, куда нам в теории, может быть, надо идти. О, сейчас анимация по лестнице прям почти идеально сработала. Почти. Явно мы карточкой не машину будем открывать. Явно не тут, потому что тут всё разрушено. Ну, я не помню, что мы даже в участке, например, нам нужно было где-то карточку применять. ещё одну. Так, вот пришли туда, откуда и начали, собственно. Вряд ли, конечно, в этих комнатах сохранения что-то было, потому что я там вроде протыкивался. всё. А левые компьютеры ничего не дают? А ящик нам, тем более, ничего не даёт? Бумаги. Пусто. Детальная карта распространения продукции по городу. Ну, в этой комнате тоже вряд ли что-то есть. А вот смотрите-ка, карта даже работает. Удивительно. Только, ну, как работает? Она показывает, будто мы находимся в том коридоре. Ну, в каком-то узком. Так, ну, на этом этаже я не вижу никаких иконок дверей, которые ввели бы в закрытой области. Ну, конечно, карта прям до неприличия неудобная. Взгляд. Получилось. То, что получилось сделали с картой в полноценной версии, это… О, нифига себе, меня показывают. Погодите, а почему тогда вот эта комната подсвечена? Стоп, она же не здесь. Она же на втором этаже. Мне говорят, как будто она вот здесь прямо находится. А сейчас меня, кстати, опять не показывают. Видимо, очень редкие места, где игра удосуживается меня показать. Так, ну вот, вот этот коридор, он подсвечен на карте. И вот я в нём сейчас. Логично. Переключение между картой вообще никак не работает, если что. Так, а вот погоди, а вот эта дверь есть? А. Я вообще оказался здесь. Странно. А. Не, ну тут в тупике точно ничего нет. Ведь точно? Ну да там вот эти конвейеры, где мы проходили, макак гасили. Да нет, там ничего. Я не думаю, что мне надо в канализацию возвращаться. или в участок. Неужели я дошёл до момента, где я всё? А ну ладно, здесь карта не показывает меня. А здесь тоже всё ещё не показывает. Я попробую сходить вот кто Е на карте. А, сейчас у меня показывает. Я не совсем там, где карта говорит. Но возможно карта показывает именно сами ворота. А, точно дверь. Точно я про эту дверь вообще забыл. Ой, а не это ли то место, где сейчас будет больно. Ну да, судя по музыке это оно. Какая музыка тут неправильная. В прототипе была другая музыка. Начиналась она так же, но просто звучала по-другому. Примерно. Продолжение следует... Мне кажется, побили босс. Ну, разумеется, с таким-то запасом оружия ничего сложного. Ну и в принципе, мне кажется, и места тут достаточно много, чтобы можно было спокойно сделать. Питания, похоже, нет. Если бы панель управления работала, элеватор может выдвигаться, но... А панель управления, типа, всё? Никакой реакции на неё нет? Или мне просто где-то питание подать надо? Свалил, походу. Джон! Эльза, так ты была здесь? Это плохо. Один из этих монстров укусил меня. Не похоже, что здесь есть какие-то лекарства. Эльза, как у тебя дела? Хорошо что-нибудь? Нет, ничего такого. Что не так? Эти ходячие трупы вовсюду... Нет, вовсе нет, это... В чём дело? В чём ты говоришь? А там что-то есть? Я не уверен, что это... Это не может быть человеком. Эльза, эта штука всё ещё там? Да, я думаю, да, но... Я думаю, я отпугнул его. Я не знаю, куда он мог пойти. В любом случае, там слишком много трупов снаружи. У нас нет выбора, кроме как идти внутрь. Но это существо может быть всё ещё там, верно? Я думаю, что мы сможем справиться с ним, если будем на чеку. Ага. Вейти, мы можем идти сюда, и сейчас питание магическим образом заработает, да? Я знаю, что оно должно быть где-то здесь. Ладно, Эльза, мы тебя прикроем. Этот лифт, он пришёл оттуда. Это чертовски большой лифт. Похоже, его использовали для передвижения тяжёлой техники. Можем вы его заставить работать? Нет. Похоже, его можно управлять только изнутри. Я знаю, как заставить его работать. Штейк? О чём ты говоришь? Разговоры на потом. Давайте заставим этот лифт двигаться, и пойдём вниз. Ты с ума сошёл? Я же сказал, что там странный монстр пришёл. Оттуда. Замазанец здесь, нас здесь точно сожру. Раз нет выбора, кроме как пытать счастье внизу. Идём. Видимо, спускаемся. Видимо, спускаемся. Что? Что это за место? О, это правда что-то. Что нечто. Шерри, что это за место? Знаешь что-то насчёт этого? Это исследователь центр отца. Он должен быть где-то здесь. Я схожу, поищу его. Шерри, подожди. Не иди одна. Шерри? Эльза, идём за ней. Ага, вот как раз кат-сцена, про которую я и говорил, когда я случайно, ну, просто тыкаясь по дебаг-меню, телепортировался в лабораторию. Так что до лаборатории спокойно можно дойти. Комната охраны. Закрыто. А то что-то нехорошее. Лифт. Нажать на кнопку не имеет эффекта. Им не пользовались уже долгое время. Это какой-то эмбиент такой жутковатый. Шерри? Какого? Куда она пошла? Ну, мы разделимся и поищем её. Хорошо. Я возьму эту дорогу. Ты отправляйся в ту сторону. Главное, предохранитель. Похоже, кто-то удалил все предохранители. Так, а я могу туда пойти? Я могу туда даже пойти. Ну, конечно, тут лаборатория прям... большая. Сколько протеинок сожрала макака. здорово зомбиусы кровать и следователя довольно чисто прибран никакая из этих книг не представляет пользы шкаф полный книг и различных материалов большая часть похоже о химии и биологии доска она была тщательно вытерта ладно когда найдем что-то важное тогда потыкайся то думаю удалим киневать предметы ну ты жидкость что ли еще живой что ничего полезного в шкафчике так такой шкафчик уже изучали записка дэвиду я нашел твою айди-карту в холле раз не теряю снова эрик чё так подвисла я так ладно я все равно не пользуюсь патронами вот так прошло место было точно кровать следователя или мне надо твое тело осмотреть да нет не думаю что на этот момент был готов скрипт что надо осматривать тело противника как это было в оригинальной версии второго резидента а там с телом бреда или с ну во втором сценарии с тираном опа а мне кстати сюда надо было походу это я где погодите пока я вниз не хочу пойдемте сходим туда куда нас посылали потому что по моему джон нас послал именно в эту сторону изначально так это же комната культивации клеток электронный замок это видимо та которая секретная комната в оригинале как раз расположена примерно там же а это видимо сейчас будет вам морозильник то есть тут по нифига все звуки ау ультра низкотемпературный морозильник используется для хранения вростов а чё энзим но это явно не то уже компьютер для организации данных но этот звук в самом начале когда мы вошли в эту комнату это был забавный и кстати непонятно это комната уже была в таком состоянии на этот момент здрасте или и все таки взяли уже мы готовы так как здесь вообще не допустим ничего не что творишь а чё ты как чё ты добиваешься тем что на потолку ходишь тварь 53 54 56 55 54 56 57 66 66 87 55 67 88 89 81 не имеет признаков недавнего использования. Айди карта нужна для открытия. Слишком темно, чтобы понять, что это. CT-скайнер. Исследователи должны быть довольно нездоровые, потому что им, по хору, очень часто пользовались. Ничего изменилось. А, мы включили свет. Спрейчик. Спрейчик. Ничего себе. Два спрейчика в одной комнате. На него есть что-то похожее на кровь. Нифига себе там. Предметов. Так, ну, нам нужно где-то найти эту карточку Дэвида. Осталось понять, где именно ее искать. Так, ну, теперь, видимо, мне все-таки надо идти вниз. Я уже думал, все, застрял. Ну, допустим, сделали. освещение правда тут вроде все и так было может быть где-то станет посветлее я не знаю здесь странно что вот этот звук просто готовы не взяли уже из второй части учитывая что они какие-то музыку звуки брались из других частей даже вот из третьего резинта брали музыку так что нельзя сказать что это из-за того что они использовали только то что было но это локация тоже знакомая просто она очень по-другому выглядит панель управления заслуг нельзя использовать без эти карты панель управления не похоже что от нее есть какой-то долг и уронил может быть если я прям в упор стреляю в нее то я могу и уронить это тоже знакомая комната но тут обратите внимание дофига дверей как-то и мне вот это нравится именно вот такое расширение территории и надеялась увидеть в ремейке второго резидента ё-моё подойди ближе я хочу тебя увидеть это жуткая конечно тварь и такую полу я не помню полную так нигде вообще не использовали убежище не похоже что ее можно использовать до тех пор пока не будет какой-то чрезвычайной ситуации не отравили бежищи 0.1 то же самое я так понимаю что у меня не отравили Я так полагаю, может быть, во время, когда тут система самоуничтожения активируется, туда можно будет зайти и что-то интересное взять. Вряд ли нам там запираться надо будет. Но уже интересная область. То есть вообще незнакомая, новая совершенно. Территория, как и вот эта. А это что такое? О, комната сохранения. Кстати, очень похоже на офис охраны, который должен был быть, по идее, в начале. Гусорная корзина была у нас в мятой бумаге. Записка за кучей машин. А, доска для записок. Похоже, все записки написаны персоналом. Ну да, вон та, доска, на которую заметки клеили. Так, ну, сохраниться мы не сохранимся, конечно. Стол очень пыльный, ничего полезного. Куча следов от ног, идущих кругами. Ничего, похоже, полезного там нет. Ну, интересно, эта комната и должна быть тут? Или все-таки не совсем? Ну, хотя, кстати, по форме, даже по карте она очень похожа на эту. Так что, может быть, она туда должна быть. И удивительно, почти все открыто. Ой. Шерри должно быть пробровать здесь, но отверстий слишком мало для меня. Должен быть другой путь попасть туда. Откуда у тебя, ну, и мысли про Шерри? Тут какая-то пропущенная катсцена. Так, если... А, погодите. Видимо, мне сюда надо этот ящик уронить. Пепел. Не знаю, почему на огромном железном ящике написано пепел. Кстати, вот эти эмбиент мне сейчас чем-то напоминает Динокризис. Первый. Может быть, каких-то пара ноток оттуда и взято. Ну, не взято, скажем так, а идея взята. Шерри? Ага. Шерри без сознания. Шерри, очнись. Все плохо. Она потеряла сознание. О, Шерри. Должен. Я посчитал разные файлы в этом центре. Она была заражена тем, на чем они работали. Элита, посмотри на это. Что это? Если мы сможем получить вакцину. А если мы не сможем получить вакцину, Шерри? Ладно, я пойду за ней. Что? А мы говорили... Пока мы говорим, вирус распространяется. Даже если есть хоть какой-то шанс, мы должны воспользоваться. Эльза. Джон, присмотри за ней. Ты ей нужен прямо сейчас. Эльза, пожалуйста. Спаси эту девочку. Даже если это будет только она. Мне нужно торопиться и достать эту вакцину. Ага, внезапно у нас резко продвинулся сюжет. Не мяфка будет. Хотя норм. Ну, понятно, враги немножечко багнуты. Но, кстати, в целом, на удивление, хорошо тут враги работают. Только вот с анимациями некоторые проблемы есть. Ну, и из простого оружия зомби гасит. Ну, это такое жесткие... Это такое издевательство. Они такие живучие. И тут ничего. Ну, видимо, Шерри здесь и проползла. Ну, так мы не залезаем. А так можем. И в целом, на удивление, прям очень... Уже ощущается, что супер много работы проделали над этим билдом. То есть баги, конечно, есть. Это... С этим глупо спорить. Но уже докуда мы прошли? Практически по-честному. То есть я телепортировался только несколько раз в ту же самую комнату. Просто когда чуть-чуть вылезал за текстуры случайно. А вот с данным я, ну, только взял себе оружие и лекарства. И все. Все предметы я нахожу, именно ключевые. Мне кажется, такая тварь была бы очень жесткой. Для людей, которые прям... Они не переносят всякую паукоподобную тварь. Просто это хрен еще более жутко, чем паук. Давайте отправимся на Б3. Я еще не все на Б2, конечно, смотрел. Что, кстати, скорее всего зря. И, пожалуй, даже... Давайте вернемся на Б2. А то тут какая-то уже экшеновая музыка начинается. Просто я хочу доисследовать вот то крыло. Которое, скажем так, из обычного участка лаборатории. Которое было все. Потому что мы посетили те места, которые в итоге вообще никуда не попали никак. Так. Тут этот... Эти фигни появятся. Пару штук, видимо. Ой. Мне вообще и не оттуда от себя ждал. У меня, кстати, даже складывается ощущение, что зомби обычные. Самые забаганные в этой игре. Регистрация персонала в комнате с экспериментами над культурой. В общем, временная регистрация. Зарегистрируйте свой отпечаток. Ладони. Это где? А я не вижу тут устройство. Гостевая регистрация. Так. Больше не нужно это использовать. Ну да, это та же комната, грубо говоря, просто совершенно по-другому выглядит. И без какой-либо моли. Но тут и без моли хватает всякой жуткой... Хренотени. И ящик, в котором хранятся костюмы от заражения. Сломан и может быть открыт. Ничего внутри. Похоже, его обстошли в спешке. Вот эта музыка, кстати, единственная такая... О, ничего себе. Прямо вода. В общем, единственная музыка, которая четко прямо ассоциируется именно с этой версией игры, попала в финальную. В итоговую Resident Evil 2. Кстати, почему я говорю, что зомби самые багнутые? Ну, во-первых, они исчезают, если их расчленить. Во-вторых, из них не идет лужа крови, если их просто правильно убить. Машина синкция за вакцины. Образец вируса должен пойти внутрь. Нажмите его, кстати. Че-то чуть-чуть забаговало. А откуда у нас образец вируса? Обработка. Обработано. Это, видимо, лампочки должны мигать, но просто... Текстурка забаговала. Мы взяли G-вакцину. Подозреваю, что... Это все-таки какой-то баг, что у нас эта штука есть. Так... Камера используется, если произойдет вспышка газа... Ну... Газа... Выброс газа. Она очень чистая. Непонятно, использовали ли ее вообще. Похоже как... Похоже на инжектор вирусов. Не похоже, что я могу пользоваться. Охранно-защитный болт был удален. Надеюсь, ничего опасного внутри не было. Я не знаю, что такое security болт. Может, это какой-то термин. Защищенный шкафчик. Закрыт и... Герметичен. Похоже, что-то случилось внутри этого здания. Здесь... Эти следы ног выглядят как будто человек был ранен. Текущий уровень биозаражения. Похоже, здесь безопасно. На данный момент. Ну, то, что здесь вода, кстати, это прикольно. Не уверен, для чего это нужно. Возможно, это такая стерилизация, чтобы после работы с химикатами выйти и... Ну... На ботинок не унести. Может быть, какая-то другая цель, но... Интересная деталь. В самом втором резиденте я вообще так и не понял, нафига я вообще вот это место нужно. Я как-то и не вдавался в подробности. А тут какая-то вода. Так я хочу сходить на Б3 не тут, а через лестницу. Я не хочу пока идти к Шерри, потому что у меня есть вакцина. Если займу еще один слот. У меня есть вакцина. Я боюсь, что сейчас как начнется, как пойдет дальше сюжет, а я еще не доисследовал локации. Поэтому сходим вниз. Вот тут можно еще вниз пойти. Мы как будто в совершенно другой области находимся. как будто не там, где были. Спать. У этих мартышек еще прикольно. Они не просто умирают, из них еще такой всплеск крови идет. То есть видно, что проработана анимация даже смерти просто. Опа! Здрасте! Прикольно. Оказывается, вот так это место запланировалось. Прям суперинтересно, на самом деле. Так, там наверху ящик. Лифт непонятно, кстати говоря, куда должен был привезти. Возможно, туда, куда я на лифте бы приехал. Значит, не бы приехал, а просто, куда я на лифте приезжал, но потом обратно уехал. То есть, может быть, лифт как раз ведет туда. Так, ладно, сделаю. Сделаю вид, что мы можем. Здесь ходить. Как будто бы здесь лифт есть. Даже, скорее всего, лифт тот ведет как раз наверх, а вот вниз уже альтернативным путем можно попасть. То есть, просто дополнительная область, в которой можно побывать. Я не знаю, зачем уменьшили эту лабораторию. Столько мест интересных вырезали. То есть, сама основная структура этой лаборатории прям узнаваемая. То есть, не сказать, что тут что-то такое добавили, то есть, что это совсем другая часть. То есть, эта лаборатория как раз-таки очень хорошо перешла в полноценную версию. Ну, просто ее очень сильно порезали. А вот, кстати, какая музыка должна была играть в битве с боссом, которого мы гасили. Так что вот эта музыка была в этой игре изначально. Непонятно, нафига здесь вот это нужно что-то. Вообще никакой реакции. Такое ощущение, что вот эта локация пока еще не доделана. И, возможно, музыка здесь... Да-да-да, это... Просто как заглушку сюда поставили именно эту музыку. А может быть, здесь и должна была быть битва с боссом. Ну, как же сильно порезали в лабораторию. Сколько всего убрали из нее, офигеваю. Ну, даже при этом, как я говорю, она очень хорошо узнается. Или сейчас здесь что-то будет. То есть... Опа. А, ну да. Ну, вот почему здесь музыка играет. Ай, блин. Быстро. Ну, это, конечно, забавно. Просто недоработанная анимация смерти. Ну, ладно, я загружаюсь, конечно, потому что... Но это было забавно. Элиза погибла, но восстала из мертвых и отомстила боссу. После чего... Видимо, она все-таки померла. Из-за чего после выхода из инвентаря... Она обратно даже на черном фоне не появилась. Так, ну, босс, кстати, очень больно бьет. Надо держаться от него подальше. Здесь разве что нет вообще ни намека на вот эту... Штуку с расплавленной сталью. На доменную печь, или как это называется? Что-то называется. О. Кстати, что-то нему держу, дружище. Прикинь. Что я тебе скажу? Так, ну здесь, типа, должен был быть выключатель для подачи питания лифта в сценарии Б. Вот здесь был осмотр лавы. Ну, не лавы, расплавленного металла. Ну, а здесь просто, ну, чуть-чуть подальше был лифт. То есть, эта локация тоже, в принципе, узнает, хоть и достаточно прилично изменилась. Кстати, просто попробую. Не среагирует? Нет? Хорошо. Никакой реакции. То есть, лифт забаговать прямо совсем уж нельзя. И баг, что я могу там ходить, это да. Но, в остальном, забаговать эту игру пока не так легко, на самом деле. Что очень уважительно, на самом деле. Я, честно скажу, я ожидал, что багов будет столько все еще, что на каждом шагу, то есть, одно любое неостороженное движение приведет сразу к какому-то зависанию. Ну, нет. А, вот, отлично. Можно выбирать, куда идти. Ни в одной из оригинальных частей такого не было вообще. Чтобы была лестница трехэтажная, чтобы был выбор сюда идти, вверх идти или вниз идти. Я такого не помню, по крайней мере. Если, конечно, такое где-то было, подскажите, но я такого вообще не припомню. Так, я сейчас еще раз сюда загляну. Потому что я подозреваю, что могло что-то пройти не так. Вот, в плане того, что у меня уже был образец, который я мог вставить. Но вот такие незначительные баги, это единственное, что тут встречается. И, кстати, я еще никакую айди-карту не нашел, что меня бесит. А, в смысле, опять слепной их. А что он тут делает? Офигеть, может. Просто тупо спрей. Два спрея еще. Так, ну и в комнату заморозки. Потому что, судя по всему, тут должно было происходить что-то, связанное именно... С этим... Энзим? Нет, у меня никакого энзима нет. Может быть, кстати, образец... Вируса мы, допустим, могли... Ну, предположим, взять прямо из Шерри, что... В ней есть этот образец, и вот против него делать, допустим, вакцину. Допустим, вот это, ну, с натяжкой можно предположить. А что Шерри там оказалась, ну... Вопрос, может быть, какую-то катсцену его еще не доделали. Так что, трудно сказать. Какой-то звук. Кстати, погодите. А внизу, вверх можно вообще пойти? А, можно. А, и лифтом теперь можно управлять. Не, ну, нам вниз не надо, конечно. Кстати, вот эта штука, типа, катсцена ни к чему, на самом деле, я считаю. Потому что, ну, мы оказываемся... То есть, это не показывает, как лифт едет, а показывает, что там просто шахта лифта трясется. Потому что, как бы, лифт, он без стен... И без двери, он просто вот это, пол опускается. Поэтому, на мой взгляд, достаточно странно выглядит вот этот момент, что лифт показывает, как все трясется. Тем более, там никакого диалога не происходило, внутри. Ага. И мы где-то в другом лифте, походу, оказались. Или в том же. Погодите, в чем смысл? Так, я загружаю. А-а-а, я не, я не заметил, окей. Это я, оказывается, просто вернулся к лифту, а мне показалось, что я, типа, отсюда, вот так вот пришел. Касыны показалось, как этот. Окей, я, я сам перепутал. Ну все, нас, этот лифт заблокировали, мы туда больше не попадем. Ну и да, как я и думал, мы оказались вот здесь. Кстати, ящик нарисован. Или, кстати, это все-таки взято частично уже из более поздних версий, может быть, там, из бетки. Я не знаю. Так, ну вот, лифт мы опустили. Логично. Ну и сейчас мы окажемся обратно. Сюда пойдем. Ну, вообще, у нас, типа, вакцины есть. И мы можем пойти к самой Шерри, например. Кстати, я вообще не понимаю, мы могли эту карточку найти? Вот этого Дэвида, который ее потерял. Или нет? Как-то не очень понятно. Мы у лифта сейчас окажемся. Вот лифт у нас здесь. Я хочу, кстати, посмотреть, что будет, если я зайду обратно к лифту на Б3. То есть, просто там будет заблокировано, да? Ну да. Непонятно, почему это произошло. Но заблокировалось. Просто тупо дверь закрылась, и все. Все, идем на Б2, идем к Шерри. А, цов сюда. Джон, у меня есть вакцина. Как Шерри? Быстрее. Она долго не протянет. Шерри, очнись. Шерри, что не так? Поговори со мной. Шерри, пожалуйста, очнись. Что-то не так. Шерри, ты очнулась? Какое облегчение. Да, я очень волновался. Джон, ты слышал сообщение? Да. Что происходит? Похоже, этот монстр повредил систему питания. Пожар начал распространяться по всему этому месту. Что? Это означает, что мы тоже в опасности. Верно. Нам нельзя здесь оставаться. Нам нужно отправляться в убежище. Шерри, ты знаешь, где убежище? Да. Второе убежище должно быть открыто. Ладно, идем. Веди, Шерри. Я так понимаю, нам надо выходить. И, видимо, предполагается, что в процессе боя с боссом мы как раз и повредили... Как его? Стоп, это мне лучше идти вот сюда как раз, да. Повредили вот эту систему, которую в... Ну, в самом месте. О, действительно, смотрите. У нас уже начался пожар. Давайте пробежимся по лаборатории в пожаре. А. Я уже думал, я вообще пройти не могу туда. Ой, ты жидкость. Для полива цветов. Да что ты творишь? Ты тварь? Или да? Дверь закрыта из-за огня. Ну, круто. Ты напугал, тварь. Меня поражает, как они тут абсолютно спокойно стоят. Так, дверь тоже закрыта из-за пожара. Так, ну, убежище-то нам вот сюда надо идти, вот шелтон. Вот это непонятно, что за звуки. Возможно, вот эти монстры, пауко-человеки, должны выйти. Спать. Спать. Айсет. Спать, блин, тварь. А, заслонка закрылась. То есть лестница у нас недоступна. Погодите, а что он сдох? Кстати, удивительно, что меня сюда пускают. Ну, я так понимаю, это... Мне не очень сюда надо. Опа. Ада, она мертва. Может, она здесь горилла, убила ее. Откуда, знаешь, что это, ты с ней вообще-то не встречалась, как бы. Погодите, пока нет. Пока сюда не идем. Сохраняемся обратно на другой слот. Я ставлю на первом слоте сохранение вот с этим местом, чтобы в случае чего я мог пойти исследовать, что там находится. Пока я хочу поедать. Вот этих монстров, кстати, по-моему, по ощущениям, анимация захвата персонажа забагованного, он просто не хватает. Что, анимация это... Самые критичные, на мой взгляд, проблемы в этой версии сейчас. Опа. А если я вот так сделаю? Ага, окей. Меня немножко забаговало и не телепортировало уже. Почему-то, ну, то есть, куда надо. Видимо, из-за того, что неправильно распределен вход уже из горящей лаборатории. Так, я хочу на Б3 сходить сначала. Я их сохранюсь на пятый слот. А, стоп. Ну да. Я забыл, что Б3 у нас заблокирован. Заблокирован. Тогда на Б1. Я специально не иду в убежище сразу. Тут, на удивление, выглядит как будто все в порядке. По крайней мере, я могу спуститься на Б2 по лестнице. И на Б3, кстати, по лестнице тоже. Так. 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 И там осмотреться. Сначала на Б2, естественно. А, я уже думал, нельзя спуститься. Дверь не открывается. Ага. То есть, это проработано. Интересно. Ну, тут я сомневаюсь, что что-то изменилось. Вот не знаю почему, но мне кажется, что тут не будет сейчас никакого пожара. Лифт опять у нас тень отжал. Ну, да, тут закрыто и не откроется. Еще можно сходить, где была битва с боссом, на всякий случай просто посмотреть, вдруг что-то изменилось. Но вряд ли. Ну, предполагается, я думаю, что, видимо, босс стукнул по этой фигне просто трубой и все. Ну, давайте заглянем на верхний уровень. Где так же играла эта музыка, но босса самого не было. Просто для интереса. Ну, видимо, тоже ничего. Окей. Хорошо. Так, ладно, давайте тогда я загружусь с первого сохранения. Просто мы тут рядом находимся, вот того места, куда нам надо. Ну, просто пойдем уже посмотрим, что там. Ну, да, вас заново, конечно, надо будет уронить. Или, кстати, он, может быть, не захватывает, он, может, просто бьется. Нет. Он пытается все-таки схватить. Ну, вот шелтер. Ой. Я не в ту сторону, не в ту дверь вошел. Извините. Стоп, ну, погодите. А, да-да-да, мне наоборот надо было не в эту, а вот в предыдущую, вот, вот шелтер же. Я что-то туплю. Шелтер 0.1. Ага. А почему ты здесь? Мы уже, вроде, договаривались, шелтер номер 2 встретиться. То есть вот это, я так понимаю, уже изначально не была предусмотрена локация, что она будет в огне. И мне кажется, что это уже авторы доработки ее. Ё-моё. Нет, давайте-ка лучше в первую вернемся. Видимо, надо поговорить. Или нет? С того не поговорить? И с того не поговорить. Ага. Интересно. Так, ну, ящик понятный. У нас нет ящика. Ладно. Тогда идем просто сюда. Хотя, погодите. Я лучше отсюда добегу, чтобы, если что, игра засчитала, что я был в этом месте. Если, я не знаю, будут какие-то на это скрипты или нет. Так, ну, отправляйся сюда. Здесь, видимо, предлагалась битва с боссом. Ну, кстати, место здесь какой-то маленькой стороне есть. Основным. Так, давайте для приличия смотрим тело. Которое в оригинале. В этой игре ее звали Линда. Не Эйда. И никакой связи с первой частью она не имела. Это все. Идем вниз. Сюда, точнее. Ну, можно вниз, спуститься сюда. Ничего себе. Прикольно. Можно прямо перед поездом пройтись. Кнопка нажать. А, ну, здесь прям сразу? Здрасте. Приехал. А че так легко? Эти нет звука шагом вообще. Или есть, или они очень тихие. А я еще не понимаю. Не, все-таки есть, по-моему. Ожидание Для инициализации процесса Всполнения топлива. Внимание. Ну, в общем, Это заблокированный выход к поезду. До сих пор, пока Топливо не заправится. Все Ворота будут закрыты во время Процесса заправки. Все откроется автоматически, когда Это, кстати, тоже Объяснение, почему, например, Эта арена должна была бы закрыться. Но, правда, сейчас непонятно. А. Тут бой стоит. Прикольно. Тут несколько поездов, кстати, смотрите. Это огромный вокзал, а не просто. Так, пока, видимо, Что-то еще не готово. Может, нам нужно что-то взять. Ну, зачем ты это сделала, товарищ? Элиза Уокер. Ладно, оказались здесь. Там мы тоже видели, что с дверью Все-бы нормально. Нет, давайте, когда я перезайду, Я не знаю. У меня сейчас только ощущение, Что вот эту панельку надо потрогать. За разные места. У меня, кстати, такое ощущение, Что очень громко музыка орет сейчас. Поэтому я тоже стараюсь Погромче говорить. Я уже не хочу сейчас сделать звук тише. Так вот. Нормально, можно перейти. Я так замечаю, Главная проблема с лестницами. Если около перила нажать На активацию лестницы, То персонаж может легко уйти за текстурой. Если нажимать не у перила, А посередине лестницы, То вот такой редко происходит. Я думал, может, пешком уйти, Как в экстрим-бэтл. Давайте в поезд Давай, клянем. Здрасте. Харина, толпа собралась. Вы че, ребят? Где Леон? Горь, ты с монстром. Вышел ты с этого поезда. Я не сделаю это. Леон, Который в этот момент Сражается с монстрами. Ну, понятно, это опять же Не знаю, баг Или все-таки немножечко фича. Ну, то есть, он может быть предназначен, Что он будет в этом месте находиться. Но сейчас это, я думаю, баг, что... В смысле. Вагонов. И почему поезд уже едет? Я еще не стартовал. Господа хорошие. Зомби, блин. А-а-а. Спасибо за игру. Окей, мы прошли до конца. Не, ну это прям круто. Спасибо, что поиграли в эту реконструкцию Resident Evil 1.5. Держите в уме, что эта игра никогда не была закончена. И движок, на котором игра сделана, забагованный и незавершенный. Некоторые фичи не... ну, особенно с ней работают. Некоторые только частично виденны. И какие-то совершенно... и некоторые совершенно отсутствуют. Также отсутствуют некоторые монстры, такие как аллигатор. В общем, эта реставрация была бы невозможна без помощи вот этих вот людей. В уфа вид на порядке. Мы бы хотели поблагодарить следующих фанатов за их... Участие или уникальный вклад за годы разработки, точнее, сбора данных по этой версии. Опять же, в уфа вид на порядке. Ну, это офигенно. Особую благодарность Азайр за... Лидерство в четырнадцатилетних поисках, которые увлековечились получению доступа к... Ну, к вот этому сорокопроцентному билду. Спасибо всем, Мартин Байохайзард. А, видимо, началось начало просто... А, ну вот, собственно, уже и главное меню. Ну, это просто супер. У меня других слов нет. Из совершенно... Почти полностью неиграбельного билда, в котором просто потыкаться по локациям можно было. Сделали версию, которая практически полноценно проходима. В паре мест были баги или отсутствие каких-либо катсцен. Ну, например, не было катсцены, как Элиза увидела, что Шерри уползала, например, в ту дырку. Где мы ее потом нашли отравленную. И вот в конце вместо босса просто была заставка уже, скажем так, ломающая четвертую стену. Но это было супер. Я не представляю, каких трудов стоило даже до такого состояния довести эту версию. Огромное спасибо всем, кто участвовал в разработке и прочими способами помогал в разработке этого проекта реставрации. И я, разумеется, понимаю, что никто из тех, кто в этом завязан, не узнает ни о моем ролике, не поймет, если вдруг что, что я тут говорю, скорее всего. Но, в любом случае, это просто офигенно. Других слов у меня нет. И, помимо прочего, еще куча локаций, в которые я, по-моему, даже не мог нормально попасть, скажем так, в чистом билде, которые не модифицировали просто. Плейн Ванилла Билд, который сейчас достаточно легко найти этой версии. Я напомню, мы играли в Magic Zombie Door. Это как раз таки название проекта реставрация. А есть вот Плейн Ванилла Билд, который, собственно, практически то, как его распространяли изначально. Я не помню, что в нем, в принципе, отличается. И отличается ли вообще, или это и есть чистый, самый настоящий билд. Но в нем во многие локации я даже, в принципе, попасть нормально не мог. Там хитбоксы у локаций вообще отсутствовали, например. В комнате просто был задний фон, но тупо сквозь стену уйти можно было. Многие двери не работали и так далее. А тут просто у меня нет слов. Это супер. Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в других прохождениях. Всем пока.